МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Школа Росатома. Это мы!" Под таким девизом Новоуральск принимал финалистов конкурсных мероприятий проекта Школа Росатома со всей страны. Предновогодний Новоуральск встречал руководителей проекта, муниципальных координаторов и самих участников из Зеленогорска, Трехгорного, Лесного, Соснового, Бора, Глазова и других муниципалитетов. Слезы радости на награждении, феерия чувств, удивление тому, как уложиться в отведенное время и качественно выполнить задания, настоящее переосмысление процесса и общение единомышленников. Все это было в финале. Но обо всем по порядку. На право проведения итоговых мероприятий конкурсной программы проекта Школа Росатома претендовали изначально более 20 городов-участников. По итогам поданных заявок было принято решение проводить финалы в двух городах. Один из них – Новоуральск, а базовой площадкой стал лицей номер 56. В этом году два города сразу стали столицами финальных мероприятий, выиграли право на проведение финалов. Это Новоуральск и город Снежинск. И мы сегодня встречаем гостей для того, чтобы провести финал конкурсной программы для учителей, для школ, для наставников и для вожатых. Четыре направления, такие конкурсные, большие, будут проходить в течение трех дней на базе 56-го лицея. Кроме всего, мы познакомим наших гостей, а их у нас 34 финалиста, муниципальные координаторы и эксперты, руководители и организаторы проекта Школа Росатома. В общей сложности 60 примерно человек. Мы познакомим немножко и с образовательными организациями нашими, и в первую очередь, конечно же, это те организации, которые являются сетевыми учреждениями проекта Школа Росатома. У нас большой опыт, традиции, и которыми мы рады поделиться с нашими гостями. Для нас это действительно друзья, поскольку на протяжении многих лет мы сопереживаем и участвуем и в разном и конкурсном движении проекта Школы Росатома, и участвуем в стажировках, семинарах. Участвуя в проекте Школы Росатома, ты начинаешь мыслить по-другому, жить по-другому. И наши педагоги – активные участники конкурсных мероприятий. Первый день финальных событий стартовали конкурсные задания. Прошло знакомство с системой образования Новоуральска. Не обошлось без сюрпризов. Вечером состоялась творческая встреча с Еленой Яковлевой, народной артисткой России, ставшей за годы другом проекта Школа Росатома. Звучало много вопросов от финалистов. На каждой из них Елена Яковлева отвечала от души. Педагоги спросили и о том, кто главный учитель в жизни народной артистки. Учителей очень много, и я не стесняюсь, что я и сейчас учусь. То есть я считаю, что если у моей жизни появляется человек, который мне может что-то дать и чему-то научить, несмотря на то, что мне кажется, что я уже очень много чего знаю, все равно я буду учиться. Поэтому вот эти слова Владимира Ленина, учиться, учиться и все равно учиться, я их как-то очень хорошо восприняла и этим жила все время. Дом культуры Новоуральский встречал гостей на торжественном открытии под символичным названием «11 лет – полет нормальный». Ведь многие участники проекта стояли у самых истоков зарождения Школы Росатома. А кто-то влился в семью проекта недавно. Проект «Школа Росатома» – это что? Это люди. Это не школа, не здание какое-то, не урок. Это правда люди. Это вся наша жизнь. Такое немножко сумасшествие, но интеллектуальное. Это очень интересно. Это креативно, это позитивно, это нужно нам всем. Что вы ждете от финала проекта «Школа Росатома»? Мы ждем новых идей, новых знакомств. Наверное, ну может быть, как, каких-то новых таких интересных встреч, событий. Жду новых вызовов для себя. Надеюсь, что я с ними справлюсь. Ну и знакомство с коллегами. Мы любим свой город и любим за то, что он меняется, что он становится с каждым днем лучше. А огромный шанс для этого дает проект «Школа Росатома». Поэтому все, что там происходит, все идеи, которые они предлагают, все новшества, которые спускаются оттуда из Москвы, с удовольствием наши педагоги подхватывают. Сегодня это уже не только школы, сегодня это и детские сады, и доп. образования, сегодня это и наставники, и молодые педагоги. И это здорово. Люди что-то новое находят в жизни, город благодаря этому меняется, и мы вместе со «Школой Росатома» заглядываем в будущее. На церемонии открытия Наталья Шурочкова, руководитель проекта «Школа Росатома», советник департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом», пожелала участникам удачи, отметив, что проект – это прежде всего люди. «С людьми, которые работают в проекте уже 11 лет, и категорически, наверное, важно, люди, которые рядом. И я невероятно вам благодарна за то, что у меня есть возможность быть рядом с вами такими замечательными и чудесными. Спасибо вам огромное». Два конкурсных дня вместили в себя огромный запас интересных заданий от организаторов и креативных идей их решения от конкурсантов. «Мы собрались здесь на конкурсную программу не столько для того, чтобы помериться какими-то достижениями, заслугами и так далее, сколько для того, чтобы попробовать здесь сейчас спроектировать что-то новое для себя. Потому что темы, которые мы выбираем для конкурсов, это не какие-то классические темы, которые можно начитаться в литературе и что-то там выучив, воспроизвести. Это как раз ровно то, что на сегодняшний день составляет интерес профессионального сообщества как нечто новое, пока еще не отработанное, и того, чего нет в массовой практике. Мы концентрируемся только на школу, знакомимся с муниципальной системой образования только в школьном направлении. И, соответственно, эта фокусировка позволяет глубже узнать те технологии, те лайфхаки, которые живут в Новоуральске. Я очень благодарен всем, кто откликнулся. Мы за эти дни смотрим много школ, смотрим и учреждений культуры много. То есть мы всегда знаем, что в Новоуральске весь город живет большим мероприятием, потому что финал конкурсной программы для нас это одно из центральных событий. Конкурсы школ, учителей, наставников, вожатых проходили динамично. Главное – это дети. Они также стали участниками финальных событий. Это ученики гимназии и лицея 56. Многие из них уже имеют большой опыт в событиях школы Росатома. Учились анализировать страницы других людей, а также мы научились не бояться выкладывать на свою страницу что-то и при этом думать об этом. Как бы опытно, интересно? Да, очень мне понравилось и было очень креативно и весело. Я участвовала в мастер-классе в работной мастерской. И я выбрала именно эту мастерскую, потому что давно хотела научиться уже фотографировать, как профессионал, чтобы какие-то воспоминания оставались на долгую память. Мне школа Росатома дает новые возможности, дает узнавать новых людей. Мне нравится проект тем, что дает много конкурсов, где ты развиваешься, участвуешь, уступаешь, побежаешь в свои комплексы, страхи. На Вауральск представляли три педагога в конкурсе вожатых, реализующих программу в соответствии с ключевыми принципами международных умных каникул со школой Росатома Анна Лебедева из городской гимназии, Юлия Николаева из лицея 56, а в конкурсе учителей участвовала Наталья Краснова из городской гимназии. Отметим, что все делегации, учителя, наставники и команды школ постоянно пересекаются, решая совместно разнообразные задачи. Мы дошли до финала, но не стало легче, стало еще труднее, потому что школа Росатома всегда выводит из зоны комфорта как учащихся, так и учителей, и помогает мыслить нестандартно причем, что помогает в учебной деятельности. Это такой вообще бесценный опыт, и когда мои коллеги говорили, что я буду в полном восторге, они не ошибались, потому что это действительно полное переосмысление того, с чем ты, кажется, работаешь каждый день, уже, казалось бы, знаешь все, а нет, много еще неизвестно. Школа Росатома, я вообще первый раз участвую, хоть у меня и 12-летний опыт работы в лагере, но, да, это огромнейший просто выход из зоны комфорта, новые, да, знания, эмоции, люди, вообще, в принципе, колоссальный опыт, да, что-то себе потом новое в практику, в работу взять. В заключительный день 11 декабря гостей встречал Театр музыки, драмы и комедии. Творческие коллективы Новоуральска подарили незабываемый концерт. Но, конечно, главной интригой в каждом конкурсе стало объявление имен победителей. Я приглашаю концерту победителя конкурса «Важатых» Никиту Переворевичу. Больше всего наград увезла делегация из Лесного. Среди победителей и супружеская пара кунгиных. Они участвовали в конкурсе «Важатых». Но, как говорят супруги, конкуренции между ними нет. Поддерживали друг друга во всем. Каждый на себя, сам со своими мастерскими, сам со своими амбициями, знаниями, умениями. Поэтому, но мы вместе все равно. Слушайте, ну а конкуренции-то не было или была? Между нами? Между нами никогда нет конкуренции. Абсолютно. На самом деле я верил супругу. Когда во второй раз сказали «Город лесной» и потом сказали «Мау-лицей», я подумала, почему мужа объявляют, что он из «Мау-лицей», ведь он из отдела культуры. Потом Светланку объявили из нашего города. И уже самым последним был Артем. Я, если честно, не сомневалась. Я думала, его специально ставили на десерт. Да, вот, потому что он этого очень достойный. Ну, а вообще вы как бы рассчитывали на победу? Конечно. Хотелось, конечно. Как участвовать в конкурсе и не рассчитывать на победу? Мы безгранично счастливы, да? Да. Прямо до слез. Спасибо огромное за возможность реализовывать себя на таких проектах. Среди победителей – новоуралочка Анна Лебедева. Она учитель русского языка и литературы. Конкурс дал ей многое. И, конечно, победа в финале – приятный бонус. А главное – новые возможности для саморазвития. Что мы делали? В один, конечно, ответ не уместить. Чем мы только не занимались, какой только активности у нас не было. И это было не только интерактив или какие-то веселые развлекательные вещи. Было очень много, на самом деле, методической и аналитической работы. Были какие-то медийные вещи. Ну, то есть, собственно, я себя чувствовала очень комфортно. И мне было здорово участвовать. Мне было неважно, займу я какое-то место или нет. Потому что самое главное – это вот эти три дня. Это рост, это развитие, это движуха. И это что-то новое, свежее, интересное, яркое, необычное, оригинальное. Школа «Росатома» – это действительно мы, говорили педагоги. Объединение единомышленников, людей творческих, стремящихся к совершенно другому мышлению, к выходу из зоны комфорта и получению новых практик и знаний. Ну, конечно же, я ехала за победой, но сам процесс – это как стажировка у главных метров «Росатома». И, в принципе, от процесса было получено огромное удовольствие. Ну, и, конечно, это очень приятный бонус, что теперь есть возможность самим провести стажировку и побывать в роли победителя. Я верю в труд и работу, потому что я прошла большой путь к этой победе. Я много работала, готовилась. И, конечно, этого не получилось без поддержки команды из моей школы. И, конечно же, без моих учеников, потому что это победа не только учителя, но и совместная победа с учениками. Было очень много так называемых тактов, этапов, которые позволяли постепенно понимать, что от нас требуют и как работать дальше с детьми, ну, вообще, что необходимо для того, чтобы можно было реализовывать свою программу на международных умных каникулах. Вот. И, ну, в основном на это направлено, на то, чтобы мы понимали свои ошибки, поправляли, совершенствовали свои программы. Вот. Ну, и на то, чтобы себя проявляли. Море эмоций. У меня даже сейчас ком в горле, потому что я не знаю, плакать мне счастье или плакать от того, что мне придется в дальнейшем проводить стажировку. Ну, это на самом деле, это очень приятно, это волнительно. И это нужно делать. Я нисколько не жалею, что поучаствовала в этом конкурсе и буду продолжать дальше. Каждый достоин того, что мы им даем. А школа Росатома – это всегда возможность роста, возможность видеть других, возможность показывать себя. И, ну, видите, классные. И вот то, что кто-то не получил славу победителей, и от этого всегда очень обидно, наверное, что ли, что не каждый человек может назваться победителем, хотя они абсолютно этого достойны все. Каждый педагог, который принял участие в финале конкурсной программы, не только продемонстрировал стремление к своему профессиональному развитию, а сделал мощный рывок в освоении современных российских педагогических технологий. Как отметили организаторы, все вместе участники олицетворяют проект «Школа Росатома», девиз которого – мы проектируем будущее, чтобы оказаться в нем раньше других. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА